Всем привет, мои хорошие! С вами я, Кемель, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня мы с вами будем кушать грузинские хинкали. Хинкали. У меня брат каждый раз ругается не хинкали, а хинкали. Ке-буква. На самом деле у нас просто в Азербайджане их называют хинкель с буквой Ге. И хочешь, не хочешь, у меня вырывается с Ге, а надо говорить с Ке. В общем, вы меня поняли. Наше с вами любимое блюдо. Они очень аккуратненькие, не развалились. Один развалился, потому что я обычно варю очень долго, а надо бы поменьше варить. Здесь у нас 8 штук, огурчик и соус. Но это не совсем прям соус для грузинских, это просто кетчуп. Так, по секрету вам. В общем, давайте приступим. Не знаю, даже с какого начать. Давайте с этого. Пахнут просто обалденно, это прям нечто. Макаем аккуратненько в соус. Делаем вот такие вот процедуры. Дальше уже приступаем непосредственно к еде. Уже темнело, я как-то поленилась, если честно. Готовить соус. Ссылка на соус будет в инфобоксе. Ссылка на грузинский хинкаль также будет в инфобоксе. Переходите. Готовьте идеальное тесто. Несмотря на то, что я прям варю их, наверное, минут 12. Я смотрела передачу только что буквально. Не то, что передача, а такой опрос в тиктоке. Сколько стоит твой шмот? И все, знаете, такие дорогие шмотки. Я на минутку просто представила, что меня останавливают на улице. И говорят, о, вы блогер, который жрет на камеру. Я такая, да, вы меня узнали. И они начинают у меня спрашивать, сколько стоит у вас шмот? И я такая, 200 рублей, 180 тапки за 320, резинка за 5 копеек. В общем и целом, 1000 рублей весь шмот у меня стоит. Прикольно, да, Белва? Там такие цены, люди называют свой шмот по такой цене. Я не то, что не одевала никогда такие вещи. Я ни на ком не видела такие дорогие вещи. Сумка за 70 тысяч. У меня весь гардероб 70 тысяч стоит. Хотя нет, мой гардероб и гардероб мамы стоят 70 тысяч вместе. А возможно и всей нашей семье. Это круто, что люди могут себе это позволить. Просто немножко обидно за тех людей, которые очень бедно живут. И вот эта вот разница между богатыми и бедными, она настолько огромная. И это печально на самом деле. Это не смешно уже. Вот у меня парень говорил, что в Европе такого нету. На самом деле у нас тоже есть. То есть слишком богатые и слишком бедные. В средних очень мало. Выложила фотографию. Вам она очень... Ой, фотографию, видео. В инстаграм. Там типа шутка. Месяц отношений. И потом уже год отношений. Очень зашло. Даже не ожидала. Айка, что бы ты взяла с собой в лес, если бы попала туда, где нет никого? Ну, я бы, наверное, взяла продукты питания прежде всего. Консервы какие-нибудь. Грузинские. Сварю там себе. Вот. Хотя я, честно, очень всегда боюсь заблудиться в лесу. Даже если три сосны стоят, я стопудово там заблужусь. У меня, как сказать, вот ориентировочная память просто такая, знаете, нулевая. Я вот где-то была, я обратно туда же прийти не могу. Например, я к Шеле иду в гости. И каждый раз она приходит и встречает меня, потому что я не помню, где она живет. Если я попаду в лес, стопудово я оттуда выход не найду. Да у нас в Азербайджане даже лесов-то таких нету. Вот это я понимаю огурчик. Я всегда с детства была очень осторожным ребенком. Не то что лес. Мы с родителями ездили. На шезлуки. С маминым коллегой. С его девушкой и так далее. Получается там берег речки, а дальше какой-то лес. Так вот у меня брат туда ходил, а я никогда. Потому что я боялась. А мало ли что. Ребят, мне кажется ли у меня лицо засвечивать? Подождите, я сейчас режим поменяю. Просто сегодня пасмурная погода. Я поставила как раз таки на футике режим пасмурной погоды. И тут вылезло солнышко. Наконец-то. Холодно сегодня. Солнышка нет. Прям такое, знаете, жуткое состояние. Солнышка нет. не могу обязательно когда кушаю грузинские хангалии обязательно должно заляпаться вот интересный вопрос айка что ты будешь делать если узнаешь что твой парень тебе изменил твоя реакция во первых я уверена не знаю на 150 процентов что он никогда такое не сделает потому что он ну такой стесняшка он не бабник он такой семейный по типажу парня можно понять он вам когда-нибудь изменит или нет ну хотя всякое может быть в жизни никогда не говори никогда и все дела я никогда не буду терпеть такое отношение к себе если человек не изменяет значит у меня не любит а а человек который меня не любит мне не нужно я просто считаю что есть один раз ты его простишь он всегда будет тебе изменять некоторые русские девчонки считают что у нас на кавказе это нормально измена ну и что типаны бывает я не знаю как все других но для меня это неприемлемо я умею отпускать людей то есть для меня расставание это не катастрофа потому что оборачиваясь назад вспоминаю какого-то своего бывшего у меня нету не то что знаете не то что я не скучаю а вообще я думаю господи куда я смотрела и все дела поэтому я не боюсь потерять своего любимого человека если он не дорожит мной зачем мы не дорожить им я знаю женщину в боку она три раза вышла замуж и вот на третий раз она действительно счастлива не дай бог конечно хочется с первого раза но я смотрю на ней понимаю что даже с двумя детьми при правильном подходе женщина может быть счастлива не надо обесценивать себя куда я пойду что я буду делать это нормально все будет когда мужчина видит что вы не можете без него он еще больше наглеет поверьте мне надо уметь показывать свое безразличие что то что ты есть это очень круто эти очень люблю но если вдруг ты от меня откажешься ничего страшного жизнь продолжается если ты меня не любишь я тебя тоже до свидуля конкретно вот таких вот жестких измен в моей жизни не было у меня было такое что молодой человек постоянно врал постоянно и это было не связано с какими-то девушками он врал о своей работе о своем доходе о том что квартиру в которой он живет он сам купил и так далее очень много вещей просто врал а потом в процессе это все выяснялось то есть дело не прям в измене если человек постоянно врет я не смогу с ним я не помню вам рассказывал или нет но его родители приходили к нам в гости знакомиться и все дела и его отец такой говорит я сколько ему не говорю учись учись так и не выучился он так и нет у него высшего образования и я такая у меня глаза по пять рублей мне то он сказал что он закончил универ даже назвал какой даже сказал вот в таком-то году у меня был выпускной я просто поняла что с таким враньем я не смогу жить дальше человек который может собрать такие глобальные вещи это не серьезно на этом все мои хорошие было безумно вкусно спасибо что досмотрели это видео до конца я вас всех очень сильно люблю пока